Тактические танцы на ковре за сантиметры, за победу. В Сибирь, Тюмень, Курган и Казахстан больше ста спортсменов встретились в Барнауле, чтобы кинуть соперника на лопатки и дожать на ковре. Всю злость хочу показать только на ковре, а за ковром более хочу быть спокойным. А сам по идее вообще характером вспыльчивый, и этот вспыльчивый использую только на ковре. Эти слова повторит любой спортсмен-борец. Вне ковра все они отдают отчет силе приемов и не дерутся, но на своем учатся стоять до конца. Таким был и капитан полиции Рафис Раилянкому посвящен этот чемпионат. В 2015-м во время погони за пьяным водителем он попал в смертельное ДТП. Врачи не смогли его спасти. Теперь каждый год о нем вспоминают здесь. И по словам участников, борьба – это не только о победе и правде. Это дружба настоящая, когда люди друг с другом, можно сказать, вот в таком контакте, в сантиметре находятся, они, как правило, дружат намного. Лучше, если они в дальнейшем помогают другу по жизни. Плюс сформулируется характер. Помимо того, что после нашего вида спорта они обязательно все становятся олимпийские чемпионы. Они уходят в люди, становятся достойными людьми, достойными отцами. Плющайся ногами, сказал! Вот и все, больше ничего не надо! Плотнее еще, еще плотнее! Варик, плотнее, говорю! Слушать тренера и доверять только себе. За 90 лет, что на Алтае занимаются крикоримской борьбой, правила не меняются и суеверия не действуют. Я не верю в эти предметы. Потому что если как тебя научит тренер бороться, так и надо бороться. А если ты не умеешь бороться, не борись. Среди 30 призеров чемпионатов, зашедших на пьедестал, 12 мест завоевали алтайские спортсмены. Все они будут представлять край на чемпионате Сибири в ноябре. Анастасия Дороган, Валентина Аскерова, Николай Шелко. День с толком.